Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, в отношениях с парнем полтора года познакомились на сайте знакомств. В период знакомства молодой человек работал в моём городе, затем после окончания проекта уехал к себе в другой город. Отношения на расстоянии видимся через один или полтора месяцев, но каждый раз когда мужчина приезжает ко мне в гости, между нами происходит недопонимание. На разные почки он срывается и убегает. На мой взгляд, каждый сыр расследует за мелочей. Потом, через неделю или две, мы снова возобновляем общение и возобновляем отношения, то с моей стороны, то с его. На данный момент я беременна от него, мы ждём ребёнка. Официальное предложение о его замучестве мужчина не делал, но стремится, чтобы я приехал к нему в город на ПМЖ, купил квартиру. В последний раз опять произошла мелкая ссора, что якобы не так посмотрелось, что меня все задолбало и так далее. Повёл меня до истерики в моём положении, я пытался разобраться, что опять не так, но всё он обвинил меня в мелочах, я собрал вещи и уехал. Объясните мне специалиста, что это за поведение и стоит ли продолжать с таким человеком отношения. Так как такое детское поведение меня жидко настораживает. У меня нет гарантии, что если я к нему переделю, начнётся такое же поведение. Так как человек всю жизнь живёт для себя и не знает, что такое семейное отношение. Заранее спасибо за ответ. Ну, во-первых, ситуация такова, что ссор из-за молочей не было. Вот это вот, наверное, нужно как-то вам очень хорошо себя увидеть, что не бывает ссор по мелочам вообще. А бывают ссоры, когда люди не умеют говорить о своих чувствах. И в этом смысле, наверное, очень легко обвинить человека, ну, другого человека, вот, сказать, что, ну, это вот, он, да, всё он чувствуется, как вы, как бы, ну, обвиняете его, вот, чувствуется, как вы, как-то вот, ну, говорите о том, что это он, вот, меня, там, доводит до истерики, да, и так далее. Ну, надо сказать, что ссорах-то участвуете и вы тоже, да, и тоже. Вы тоже участвуете в конфликте в этом смысле. И, на мой взгляд, то, что вы можете сделать, вот, ну, лучше, прямо лучше, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, для него в этой ситуации, то, что вы можете сделать, это, пожалуй, выявить своё участие, своё собственное, свой собственный склад в, так скажем, конфликт. Вот. То есть, своё собственное участие в ссоре, потому что ссора случается из-за двух сторон. Как бы вам этого, может быть, не хотелось. Поэтому вы ответственны, не виноваты, но ответственны за ссору, так же, как за неё ответственен, в общем и целом, ваш молодой человек тоже. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. То есть, вы узнаёте сейчас своего молодого человека. Ну, то есть, всё это значит. Значит, вы узнаёте его лучше, что вы как-то вот видите его, вы говорите, что он привык жить для себя, что такое семейное отношение он не знает и так далее. И можно в этом смысле как-то говорить обоём, да? Ну вот, что вам, может быть, молодой человек не слишком сильно здесь подходит. То есть, я бы как-то вот, может быть, подумал вот здесь о том, а вообще вот ценности, ценности, ценности мои и ценности его, они вообще-то говоря совпадают или нет. Потому что, если у вас одни ценности, у молодого человека, ценности могут быть другие, вот, то, извините, в таком случае, вы действительно не, ну, не совпадаете просто по, так скажем, своим жизненным идеям. И по большому счёту, да, вы пытаетесь как-бы, ну, здесь, эээ, человека переделать. А это, ну, заверимо такой ложный, такой тупиковый, я бы сказал, путь-путь, потому что, ну, невозможно мужчину изменить, если он сам этого не хочет, ну, это нереально в данном случае, вот. Следующий момент, да, поведение человека очень сильно похоже на страх, страх сближения, очень сильно похоже на то, что человек, ну, боится сближаться, очень сильно на это похоже. Но он об этом не говорит, он этого как-то вот не знает, что он боится, он не знает, что он боится сближения, он этого не знает, и он этого как бы знать не может. Но похоже, что и вы, человек, достаточно тревожный и достаточно не знающий о том, вот, ну, как бы, что вы чувствуете, да, не знающий о том, не замечающий, точнее, того, что с вами, например, происходит, и не отдающий себя отсчет в своих собственных состояниях, получается. И вы реагируете на его страх, вы реагируете на его опасения, на его тревогу. Ну, вот, собственно, таким образом. То есть человек боится какой-то несвободы, да, человек болезненно реагирует на, условно говоря, какие-то вещи. А вы его не успокаиваете. Нет, не то, чтобы вы должны это делать, поймите меня правильно, вы не должны его успокаивать, если не хотите. Но быть в отношениях с этим человеком, без учета его особенностей, тоже, ну, мягко говоря, да, странно. Вот. Тут еще накладывается то, что по большому счету вы вместе не жили, как я понял из вашего сообщения. Тут накладывается то, что вы, по сути дела, всегда жили на расстоянии. Вот. И, вероятно, что просто нет опыта, нет опыта совместного произведения. А молодой человек этого опыта, как бы, ну, еще вот, боится, что он опасается этого опыта, его это как-то напрягает, да, для него это вот что-то такое необычное, да, для него это что-то страшное и так далее. Понимаете, да? То есть, тут вот такая, получается, довольно жгучая смесь, эм, как бы, эм, ну, взаимодействие. По факту. И, на мой взгляд, конечно, это не может мне накладывать опечаток на вас и на то, как вы, вот, взаимодействуете. Это грустно, это больно, но это так. Немножко, я бы сказал, настораживает тот факт, что вы пытаетесь спрашивать о том, что это за поведение. Человека. Немножко настораживает тот факт, что вы говорите, что это детское поведение, потому что детское поведение может быть только рядом с родительским партнером. То есть, партнером, находящимся в родительской позиции. Если человек ведёт себя с вами как ребёнок по-детски, то это означает, что вы ведёте себя как родитель. Как ведёт себя, как ведёт себя классический родитель? Глазический родитель ведёт себя таким образом, что свои чувства конверсируют в директивы другого. То есть, я чувствую злость. Ну, это так вот, если совсем просто объяснить, да, чтобы вы, может быть, смогли лучше понять. Я чувствую злость, допустим, и я выражаю злость в том, что говорю тебе, как нужно делать. Я чувствую злость, и я спрашиваю у тебя, как, точнее, я спрашиваю у тебя, что опять не так. Понимаете, да, вот, цепочку. То есть, я о своих чувствах сам, ну, в вашем случае, сама не говорю. Я говорю о другом, и вы делаете то же самое. Я, я, не, вы, ээээ, вы не говорите о себе, вы говорите только то, что он меня вот довёл до истерики. А как он вас довёл до истерики? Чем он вас довёл до истерики? Понимаете? Скажешь руку. Наверное, вы же каждый раз, когда он приезжал, эээ, ждали, что в этот раз будет безсор. Почему у вас такие ожидания были? Не понятно. То есть, ну, эээ, с чего у вас вот, эээ, ну, такие ожидания имели место быть? Не ясно. Но они были. То есть, каждый раз, каждый раз у вас были ожидания не совсем адекватные реальности. Каждый раз вы испытывали разочарование и ваш способ обратиться с тем, что вы разочарованы, он вот такой. То есть, ваш способ это прореагировать на конфликт, на вызов какой-то, на какой-то, ну, на какую-то вот, можно сказать, провокацию. Вот. Может быть из-за тревоги, но, как правило, это связано с тем, что в определённый момент вы переключаетесь с, собственно говоря, человека, с которым вы находитесь в отношениях, на, собственно говоря, сами отношениях. То есть, это история, когда отношения важнее самого человека. По факту. И вот, если вы заметите вот этот переход, да? Ну, то есть, например, например, вы чувствуете или вы, там, не знаю, щипяете, что человек ведёт себя неверно. Ну, к примеру, к примеру, к примеру. И вместо того, бапусты, чтобы признаться себе в том, что человек мне не соответствует, выразив свои чувства ему по этому поводу, к примеру, вы уходите в злость, вы уходите в требования, вы уходите в директиву, и, собственно говоря, именно это и является тем, что мы называем родительской моделью поведения. Вот. Вы не замечаете, вы не замечаете вот этих вот, ну, скажем так, перемен, да? Вы не замечаете, скажем так, вот этих вот изменений в себе. Вот. Ну, потому что вы привыкли обращать внимание на другие вещи. Но, по сути, это важно. И здесь психотерапевтическая работа заключается в том, чтобы научить вас замечать вот это. чтобы вы могли заметить вот это, этот переход, момент, ну, момент перехода, да? Следующее. Это работа с ожиданиями. Потому что у вас есть как-то вот, ну, надежда, вы ждете того, что человек сделает вам предложение. Опять же, почему из чего вы делаете такой вывод, что вам сделают предложение, не ясно. Вот. А самое главное, что когда вы замечаете, что предложение вам не делают, ну, вот, не сделали вам предложение, да? Вы продолжаете ждать. И вы не можете решить, а мне, а мне-то как бы отношение с человеком продолжать или нет? Спрашиваете вы. Почему такой вопрос возникает? Потому что сами вы решить это не можете. И вы хотите объяснить поведение человека. Вы хотите, чтобы мы вам объяснили, почему он ведет себя так, почему он поступает так и так далее. Вот. Знаете, какая штука получается? А себе, получается, вы не доверяете. На себя вы не полагаете. Ну, это, надо сказать, касается, в принципе, и того аспекта, что вы забеременели. От того, с кем, в общем и целом, вы, ну, не живете. Да? То есть, вы не вместе, но вы забеременели. Вы не живете вместе, но вы забеременены. Вот. То есть, как бы, вы еще не, ну, не закрепили свои отношения. Отношения у вас, по сути, на расстоянии, и на расстоянии вы беременеете. То есть, как бы, я бы сказал, что с точки зрения психологии, это попытка привязать к себе мужчину. Интересно другое. Откуда у вас такая тенденция? Тенденция к тому, чтобы привязать человека к себе. Как правило, люди это делают из страха одиночества. Из страха, что их бросил. А это, в свою очередь, история про обесценивание себя. То есть, то есть, вообще-то, вообще-то, я себя обесцениваю. Вообще-то, я к себе отношусь, вот, ну, не очень хорошо. Где-то, вот, ну, в глубине души я к себе отношусь не очень хорошо. Я вообще-то думаю о себе не лучшим образом, как бы, сама. Вот. Что? Вам это сложно будет, скорее всего, признать. Вам это будет тяжело, скорее всего. Ну, 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 признать вам это будет нелегко. Но, чем, чем быстрее вы это сделаете, сейчас, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет для вас, потому что если, сейчас, вы это признаете, если вот здесь и сейчас вы это признаете, то вы сможете начать менять, начать меняться сами. Понимаете, да? Вот. Сейчас пока еще вы в этом направлении не двигаетесь. Сейчас пока еще в этом аспекте вам очень, ну, как мне, понятное дело, кажется, двигаться трудно, потому что есть некая такая у вас концепция себя. Понимаете, да? Я бы сказал, я бы сказал еще, что мне вот показалось, мне показалось, исходя из вашего текста, мне показалось, что вы с молодым человеком довольно быстро, скажем так, начали отначально. То есть мне показалось, что достаточно быстро вы с молодым человеком, ну, вот, пошли на сближение. Мне показалось, что у вас, ну, была, может быть, страсть. Вот. И это нормально. Нормально, конечно же. Вот. Но просто в данном случае страсть, она вот стала перерастать. Уже у вас что-то больше. То есть в любовь. В любовь это не проросло. Любовью, да, это не стало, не смогло стать любовью именно. Но, вот, страсть, страсть росла в требованиях. Ну, такой вот, к сожалению, вероятно, один из самых, ну, наверное, знаете, знаете, таких деструктивных моделей поведения. Ну, поведение в отношениях, к сожалению. Вот. Вот. И поэтому в итоге так все и закрутил. Вот. Я надеюсь, что у меня получилось раскрыть нюансы вашего взаимодействия с молодым человеком. Вот. Я не очень понял, для чего вы приложили свою фотографию. Я не очень понял зачем. Вот. Вот. Психологам фотография не нужна, поэтому непонятно зачем. В данном случае вы ее нам приложили, она нам ничего не говорит, кроме того, что, ну, кроме того, фотография явно под корректирование, да, то есть явно студийная. Вот. Со студийной фотографией, в принципе, даже вот на уровне физиогномики сделать, сделать, ну, мало что может. Вот. Поэтому для меня в некоторой степени является загадкой, зачем вы, вот, ну, в этом смысле приложили свою фотографию. То есть, что она, вот, фотография, она, ну, вот, в данном случае, да, должна показать. Вот. Здесь, конечно, вопрос тоже такой достаточно важный. Понятно, что вы сейчас, будучи беременной, да, находитесь в, ну, наверное, не самом спокойном состоянии. И поэтому важно, во-первых, понимать, на каком сроке беременности вы находитесь. То есть, можно ли вам сейчас заниматься психотерапией, я бы вам настоятельно рекомендовал бы это сделать, потому что, на мой взгляд, это может ни много ни мало спасти ваши отношения. Вот. И дальше уже, соответственно, смотреть. Вы говорите, я беременна от него, мы ждем ребенка. Вот опять же, момент, кто мы? То есть, понимаете, в чем здесь штука, что вы такое ощущение, да, что как бы не очень разграничиваете себя, себя и человека. Беременна вы, я охотно верю, что, может быть, вы ждете ребенка. Хотя, в рамках того, что я сказал, может быть, теперь это откроет для вас немножечко иной смысл. Я верю в то, что вы ждете ребенка. Но почему вы думаете, что он ждет ребенка? Ваш молодой человек. Это вопрос. Это вопрос на миллион. Нет никаких мы. Есть вы. Есть он. И еще пока. Вот. Внимательно здесь. Не ясно. Еще, еще пока. Не ясно. К одной и той же ли цели вы идете. Не ясно пока, совпадают ли у вас цели, ценности, взгляды на жизнь и так далее. Это пока все не ясно. Потому что, ну, не ясно даже, что между вами общего. Вот. Потому что то, как вы описываете ваши отношения, что в период знакомства, познакомились на сайте знакомств и в период знакомств мой молодой человек работал в городе. После окончания проехал, после окончания проекта уехал к себе в другой город. То есть вы почему-то пошли на сайт знакомств. Вы почему-то знакомились в интернете. Вы, безусловно, можете объяснить почему. Все объясняют. Но дело не в этом. Не в том, какое у вас объяснение есть, а в том, как вы пришли на сайт знакомств. Что вас тогда привело. Почему? Не то ли, что в реальности у вас отношения не складывались с нишинами. Почему? Может быть, как раз из-за такой вот родительской, директивной модели поведения. Может быть, это связано с тем, что вам хотелось положиться на кого-то, ну, в частности, на мужчину. Потому что вы сами себя не очень хорошо чувствуете. Вы сами себя не очень хорошо замечаете. Может быть, в этом все дело. А может быть, дело в чем-то еще. Сказать так однозначно сейчас практически невозможно. Слишком мало информации. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам заняться терапией, заняться собой. Потому что только так вы сможете сохранить отношения. Если вам человек, конечно, дорог. Да? То есть вот. Если вам мужчина дорог, вот, и вы хотите с ним сохранить отношения. Вам нужна психотерапия по коррекции, значит, своего поведения, да? Вот. Своего, своего, своего состояния. Вот. И более такой вот, по более такому полному пониманию, что ли, себя. Сейчас у вас, к сожалению, этого нет. Но хорошая новость в том, что это можно и нужно скорректировать. Главное, чтобы вы немножечко переключили свое внимание с, ну, собственно, мужчины, да? Как это вот вы делаете сейчас на себя. И больше бы внимания уделялись. А в сфере, когда вы будете в следующий раз коммуницировать, я предлагаю вам в момент, когда эта ситуация происходит, задуматься о том, какая вы и чего вам хочется. И озвучить это молодому человеку. Не пугайтесь его несколько странной реакции в ответ. Это нормально. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...